Очередная ковид-волна накрыла Нижнекамск. В понедельник за помощью к врачам обратились более 700 горожан с жалобами на высокую температуру и слабость. Медики фиксируют большое количество обращений и вызовов на дом. Для Нижнекамска это антирекорд. Такого еще не было, говорят врачи. Юрий Чухаев пришел в поликлинику, как только почувствовал недомогание. К врачу попал через полтора часа. Конечно, народу много болеет. Приходится ждать. Большой поток. Все температуры. Кто с температурой проходит через фильтр? К нашему приходу таких было больше 20 человек. Еще больше в утренние часы пик, говорят медики. Да, обращений много в день. По сколько в день? Так, у нас в общем количестве получается по 200 человек в день. И это только обращение в одну поликлинику. Сейчас на амбулаторном лечении 800 человек с вирусными заболеваниями, 300 из которых дети. Выросло количество пациентов и в ковид-госпитале. На прошлой неделе их было 66, сейчас 88. Мы обратились сейчас опять к медицинскому колледжу, чтобы студенты 3-4 курса снова пришли в поликлиники и помогали первичному звену, так как основная нагрузка приходится на поликлинике. Необходима доставка лекарственных препаратов. В данной ситуации на сегодняшний день исполком активно откликнулся на нашу просьбу. 13 машин исполкома помогают доставлять врачей при обслуживании вызовов на дом и участвуют в доставке лекарственных препаратов. За последние две недели в районе резко увеличилось количество детей с подтвержденным коронавирусом. В инфекционном отделении лечится 12 несовершеннолетних. Врачи отмечают, дети болеют часто и являются переносчиками ковида. 22 человека привили. Вот здесь хотелось бы тоже акцентировать внимание на этом, что вакцинация от ковида – это не какое-то нововведение. Вакцина-профилактика известна давно. Сложно в городе идет и ревакцинация взрослых. Из 56 тысяч привитых до августа повторно сделали вакцину только 11 тысяч. Это лишь каждый пятый. Врачи напоминают о сроках ревакцинации и просят соблюдать все санитарные требования.